Дефицит, рост цен и высокий спрос. Как складывается ситуация на автомобильном рынке Казахстана? Об этом в деловом обзоре расскажет Камила Тастамбекова. От 20% и выше подорожали поддержанные автомобили в Казахстане. Такие данные в интервью нашему телеканалу озвучил главный редактор портала «Колеса КИЗ» Тимур Еникеев. Из-за дефицита новых машин в стране казахстанцы активно покупают авто с пробегом. Продавцы не могут не воспользоваться этой ситуацией и здесь все, безусловно, зависит от их аппетита, отмечает эксперт. Есть примеры, наглядно демонстрирующие общий рост цен на рынке. По наблюдениям «Колеса КИЗ» машина, которую вы купили в 2021-м, сейчас может стоить дороже или как минимум так же. Как и прежде, спрос на рынке намного превышает предложение. В ожидании автомобиля из салона может пройти год. С вводом новой программы льготного кредитования круг покупателей станет еще шире, считает Еникеев. Отмечу, что дефицит машин уже общемировая тенденция. Во время пандемии предприятия попали в зависимость от производителей микросхем. Если есть высокий спрос, то, разумеется, цены никогда не стоят на месте. Если мы говорим про рынок вообще в целом как таковой, на него же влияют несколько факторов, в том числе и изменение курсов валют и дефицит сегодняшний, который существует. Сегодня, я думаю, что модели, которые будут испытывать наибольшую проблему в поставках, они тихо-тихо будут терять рейтинги и, соответственно, люди будут искать альтернативу. Так, впервые в истории официальных продаж в Казахстане лидером марта стала Hyundai Sonata. За месяц наши соотечественники приобрели больше тысячи седанов стоимостью от 12 миллионов тенге, тогда как в феврале было продано меньше 500 машин. В основном, всегда первую строчку занимали более бюджетные машины, к примеру, Cobalt или Hyundai Accent. Колеса KZ считают, что такой популярностью в начале весны Sonata обязана дефициту Toyota Camry. Из-за проблем на питерском заводе японского седана нет даже в топ-10. Эксперт отмечает, что из месяца в месяц эта ситуация может меняться. Все зависит от поставок и производства. У нас долгое время были лидерами автомобилей марки Lada. Ну, потому что они лидеры, в смысле они просто потому, что они дешевле. Потом у нас Lada уходила, заходила, уходила, заходила. То есть были перебои с поставками. Соответственно, лидерство они потеряли. Это место заняли более дорогие модели, потому что были они только они. Где-то, может быть, это лидерство взяли, взяла марка Chevrolet. И к другим темам. В прокате растет доля казахстанских фильмов. На каждом четвертом сеансе в прошлом году показывали картину отечественного либо совместного производства. Это намного больше, чем в 2019 году. Тогда показатель был равен всего 17%. Данные проанализировали в первом кредитном бюро. Однако, в целом, до цифр, до ковидного периода кинотеатрам еще далеко. Так, в 2021 году прошло на 30% меньше киносеансов, чем в том же 2019. Тогда их количество превышало 900 тысяч. Еще одна тенденция. Свой досуг в кино стали проводить меньше зрителей. Если пять лет назад в зале их было почти 18 миллионов, то в 2021 всего около 9 миллионов. О событиях в мире из-за конфликта в Украине американцы столкнулись с рекордным подорожанием кукурузы. Цены на эту культуру превысили 8 долларов за бушель. Эта коробка весом около 40 килограммов. Последний раз в США такое было в 2012 году. Тогда причиной стала сильная засуха. В этом году конфликт между Россией и Украиной ударил по фермерам, нарушив торговые потоки в регионе, которые отвечают за пятую часть мирового экспорта. По подсчетам Украинской зерновой ассоциации, следующий урожай кукурузы в стране может упасть на 40% по сравнению с прошлым годом. Это существенно сократит предложения на рынке. Американские аграрии, в свою очередь, готовы были увеличить и свои собственные посадки, но их сильно тормозит стоимость удобрений. Вместо кукурузы они теперь собираются сажать больше сои. На этом у меня пока все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok